всем здрасте как говорится поспешишь машиниста электровоза насмешишь поэтому почти год спустя мы выкладываем ролик о Щербинке железнодорожной снятый еще в августе 19 а куда спешить вот мы не торопимся а то знаете ли был такой машинист торопышка торопышка был голодный проглотил утюг холодный хотя правильнее говорить проглотил электровоз серии ЧС-4Т подготовленный для следования в холодном состоянии впрочем мы отвлеклись так вот Щербинка это ведь не только станция но и экспериментальное кольцо где испытывается абсолютно весь новый подвижной состав а еще это место где раз в два года проходит уникальнейшее мероприятие экспо 1520 динамические покатушки ретро и новых локомотивов вижу понятно что едва дождавшись заветной даты мы рванулись поездом в москву оттуда в Щербук что же такое динамическая экспозиция представьте себе целую кучу старомодной железнодорожной техники ВЛ-22М, ТМ-1, ВЛ-60К, ЧС-4 и тому подобных жемчужин собранных в одном месте а теперь вообразите что все эти аппараты на хорошем ходу и по очереди проезжать мимо тебя под свистово и все такое вот даже дедушка с бородой понимает мы тоже захотели приобщиться к этим покатушкам тем более впервые в жизни пока скорый поезд вез нас в Щербу воспаленный разум рисовал радужные железнодорожные картины одна другой круче однако сбудутся ли эти большие надежды или нет нам предстояло узнать несколько позже почтеннейший публике предлагается подивиться на наши незатейливые похождения в хронологическом порядке ну шо погнала не успели мы попасть на территорию как увидели годноту модель чмохи в правильном окрасе которую тот дедушка катал по макету он был настолько любезен что позволил нам зайти в свою будочку и посмотреть на чудо модель поближе смотрим выйдя из будочки мы подошли к каким-то фрагментам тепловозов которые своим видом производили своеобразное впечатление особенно в этом преуспел правый д доброта лаборатории сандос нервно курит в сторонке тарам мы уже в павильоне где все сияет и переливается почему-то это напомнило нам цирк цирк но вот интересная штука инновационная разработка дизель поезд для джд ребята проанализировали потребности всех дорог и предложили вот такой новомодный подвижной состав 3 вагона правый из которых имеет силовую установку дизель евро 5 электрическая передача постоянного тока плюс аккумуляторы для автономного хода на расстояние до 200 километров конструкционная скорость аппарата 50 километров в час а мощность дизеля 270 киловатт как нам объяснили фермеры составность поезда может варьироваться от 2 до 7 вагонов как-то себе хуже вау класс тренажер тепловоза тэп 70 б с напомнила муромскую дортех школу но в отличие от нее тут каждый желающий мог попроситься порулить конечно мы никак не могли пройти мимо и как минимум минут 20 терзали бедный аппарат пока оператор не устроил перекрытие проходного светофора потом до кучи выброс пути тормозишь а затем в одном из закутков нас накормили это правильно между прочим это был не единственный закуток где бесплатно раздавались винтиклюшки вот пожалуйста еще ручки блокноты и вкусняшки выбравшись наконец из гостеприимных павильонов на светлый свет в ожидании начала экспозиции решили мы поделиться на настоящую новомодную технику вот прошу вас грузовая тележка марки 189999 раскрашенная как собака при этом такие телеги могут кататься со скоростями до 120 километров в час под полувагоном смотрится довольно убедительно тренд этого лета сочлененные вагоны например такие элегантные хопперы для зерна или вот шестестный думкар самохвал то есть самосвал а вот сочлененные полувагоны бочечка отдельно стоял сочлененный крытый вагон у которого до кучи могла раскрываться крыша такой агрегат способен взять набор до 93 тонн полезного груза мадам восхищений но разумеется старомодная техника намного интереснее сейчас мы вам ее покажем глядите sr3 вл-80т и даже p200 второй номер чтобы джентльмен понимал эсерка до недавнего времени была на хорошем ходу что с успехом и практиковала катая гостей по кольцу на таких же мероприятиях но теперь все кончено вот уже несколько лет стоит она тут холодная и пустая если кому интересно на sr3 у нас есть обзор очень унылый плохого качества но но там немного рассказывается об этих легендарных секциях посмотрите нас несколько удивили подобие штор на оконных проемах раньше их не было может кто-то в курсе зачем добрые фермеры их приделали и по 200 до немного подустал впрочем как нам думается поставить его на ход все еще выполнимая задача ну и в 80t мы их также раньше обозревали трудно сказать на ходу они еще или уже нет на другой локации мы вновь увидели как и тремя годами ранее проходящие испытания 2 и в 120 долго же этот электротепловоз или как его там мусолит тем более что в серии он видимо не пойдет однако время поджимало скоро должна была начаться динамическая экспозиция мы поспешили чтобы занять самые лучшие места наивные вот толпа народу и все хотят смотреть поезда да что ж такое то и тут нас ждал оплом все более менее смотрибельные точки были давно уже заняты а трибуне можно было даже не упоминать мы попытались метнуться к площадке у газона но какой-то фермер прогнал нас оттуда пришлось включать интуицию чтобы найти хоть какой-нибудь закуток где будут видны парики и знаете мы его нашли и не где-нибудь а в пвлк передвижном выставочно-лекционном поезде в тамбуре спасибо добрый проводница мадам грицацуевой которая разрешила почекать покатушки из него собственно вот ну-с давайте же посмотрим чем порадует нас щербинка и пусть джентльмен простит нас за качество как говорится что смогли самое начало экспозиции мы пропустили поймав на излете маневровый парик 9 п с гигантским номером 19 499 между прочим последний паровоз нормальной колеи ибо выпускался он вплоть до 1957 года аппарат не имеет тендера отсюда его кличка без задой следующий сошка или серго со 17 32 41 машина уважаемая работавшая в годы войны в колоннах особого резерва нкпс авторы прицепили некий воинский эшелон стремясь показать военную составляющую аппарата на сегодняшний день известно о четырех рабочих машинах этой серии а этот парик особый восставший из мертвых су 213 58 раньше он стоял на постаменте в депо горький московский будучи совершенно не ходовым вот фоточка но умные головы сняли его с постамента и отремонтировали до рабочего состояния удивительно куда ж без элки она и тут поспела так то машина четкая одна из самых массовых и универсальных конструкторам даже задоняли сталинскую премию но хотелось бы наряду с эл видите больше рабочих довоенных машин л в один из последних грузовых паровозов ссср более того последний лог этой серии 522 стал для советского паровоза строения и последним построенным магистральным паровозом тот же завод ворошил ваградский впоследствии стал выпускать тепловозы серии т-3 и т-10 п-36 старый знакомый мы на него совсем недавно сделали обзор достойная машина которая работала даже на фестивале молодежи и студентов в 1957 году и как многие специалисты отмечают это лучший пассажирский паровоз ссср во наконец-то электровозы вл-22м 1892 самый древний из электровозов на экспо в девятнадцатом году берущий свое начало еще от довоенной сурамской серии долго же они трудились особенно в пермском крае муфлоны так их там называли т-3 ну это 10 из 10 наверное самый легендарный тепловоз союза визитная карточка железных дорог многих десятилетий причем как известно оснащенный по сути судовым дизелем до сих пор несколько тепловозов этой серии продолжает трудиться а ведь последний т-3 вышел с завода в 1973 году авторы нацепили ему укладочный кран с платформами дабы показать причастность агрегата к строительству бама вл-85 выпрямитель кривых аппарат мощностью 10000 20 киловатт сила интересная деталь часть электровозов была построена в так называемом утяжеленном варианте 288 тонн что на 12 тонн выше обычных машин прикольный пепелац но вот вопрос а что зеленого выла никак нельзя было отыскать далее по ходу современные локи до кучи в этом окрасе 2s 5s ну что про него сказать тот же ермак только на синхронном приводе и как по нам весьма стремный внешне известно что в девятнадцатом году нэпс построил трехсекционный вариант этого чуда техники 2s 7 еще один асинхронник построенный совместно с компанией сименс странно что его опять показывать ведь он уже не новый производство 2013 года причем электровоз уже перекрашен обращает на себя внимание необычное расположение крышевого оборудования почти целиком убранного внутрь кузова вопрос филологом можно ли теперь его называть крышевым завершал экспозицию тепловоз 3t 25 км мало букв надо бы еще добавить трехсекционный аппарат мощностью 12 с половиной тысяч лошадей но с коллекторными движками ибо прогресс все же применена передача переменно постоянного тока по типу как на 2t 116 причем тележки тоже унифицирована с этим тепловозом а сама серия т25 появилась еще в 2005 году трехсекционный вариант выпускается семнадцатого года на этом показ локомотивов был завершён и всех желающих пригласили совершить традиционную поездку по самому экспериментальному кольцу почему бы и нет мы это завсегда рады для покатушек было выделено современное чудо техники совершенно непроизносимым названием э-г-2-т-в эх кто ли дел раньше р-9 р-2 д-1 внутри электропоезд не впечатлил с претензией на какой-то урбан стайл снаружи тоже функционал вроде есть а дизайн по нашему мнению хромает а ведь сравнительно недавно гостей щербинки катали на старые добрые с р-3 вот настоящий топ корыто ну да ладно давайте полюбуемся на само экспериментальное кольцо чтобы джентльмен понимал оно было построено почти 90 лет назад в 1932 году и по факту насчитывает три кольца длиной примерно по 6 километров тут можно испытывать не только любые виды локомотивов и вагонов но и рельсы шпалы стрелочные переводы и так далее скорости пассажирских поездок до 140 километров в час а грузовых до 90 километров в час поездка была конечно интересно особенно в конце когда мы могли лицезреть все показываемые ранее локи на одной локации вот они стоят под парами и и и Дальнейшая часть похождения по Щербанке запомнилась более близким осмотром правильного тепловоза Т-3, а заодно и электровоза ВЛ-85 и посещением еще одной весьма интересной локации. Более сообразительные посетители давно уже поняли, откуда удобнее смотреть на локомотивы, не мешая друг другу. Мы последовали их примеру, и вот какая картина открылась перед нами. Жаль, что нельзя было подойти ближе к тепловозу, пришлось довольствоваться этими видами. Ну, Т-3 от этого не становится менее прекрасным, а ведь кто-то работал на этих локомотивах всю жизнь. Сколько интересного он мог бы рассказать. Еще удалось немного запечатлеть ВЛ-85. Когда-то этот электровоз был самым мощным в мире, хотя какой ценой это достигается, тем более если учесть, что двигатели на 85-м также коллекторные. Завершилась наша весьма насыщенная программа посещением самого древнего из находящихся на то время в Щербе тепловоза серии Т-2. Да, аппарат немного болен и не совсем комплектен. К тому же толпы посетителей, облепивших его в день открытых дверей, затрудняли осмотр ретро-техники. Но все же эта часть экскурсии была, пожалуй, наиболее интересной и запоминающейся. А что больше всего понравилось вам, нашим зрителям? Пишите в комментах свое мнение. Кстати, если джентльмен хочет узнать об этом Т-2 подробнее, пусть поделится на полноценный ролик на канале. Ссылка в конце этого видео. Что ж, подведем итоги. Посещение Экспо 1520 от 2019 года состоялось. Мы увидели почти все, что было представлено на выставке. Понравилось ли нам? Безусловно. Но ложка дегтя присутствует и касается она прежде всего снижения количества динамических ретроэлектровозов и тепловозов по сравнению с предыдущими годами. Действительно, куда-то подевались ВЛ-8, ВЛ-60, М62 и другие, показываемые ранее. Тем более странен полный игнор чехословатских пассажирских машин. Фактически, авторы не продемонстрировали зрителям ни одного пассажирского электровоза или тепловоза. Наверное, многие скажут, раньше было лучше. А что вы думаете по этому поводу, друзья? Оправдано ли снижение числа ретро-техники на выставке? Правильным ли было вообще не задействовать электровозы серии ЧС? Пишите в комментах свое мнение. Нам остается поблагодарить вас за просмотр этого скромного ролика и сказать спасибо, если вы оцените его лайком или дизом. Еще больше ретро-фоточек локомотивов в нашей группе ВВК и в Инстаграме. Ссылки на шапки канала. Подписывайтесь и оценивайте. И на стримы заходите, там весьма лампово. Всем еще раз спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.